Мы сейчас отдыхаем на берегу Черного моря. И вот вчера вечером, купаясь в море на пляже, мы увидели рыбаков, которые как раз приплыли, наловили такой чудной ставритки. То есть свежайшая ставритка черноморская. Вот я сейчас вам покажу, как ее готовить быстро и удобно. Вот мы сейчас, так сказать, практически в походных условиях, да, в съемном доме. И мы ее быстренько приготовим. Черноморскую ставритку можно вялить, можно солить, можно запекать, можно жарить. Но мы сейчас будем ее жарить, поскольку духовки у нас нету. Какая она красивая. Ее, в принципе, уже не надо чистить. Вот она не требует чистки. Просто вот посолим примерно на килограмм ставритки вот столько вот соли. Обильно посолим, перемешаем. Вот потом запанируем в муке и обжарим на сковородке до золотистой корочки. Мы даже не будем вынимать внутренности. Когда мы будем кушать, будем отрывать голову вместе с внутренностями и есть только вот эта вот часть. Рыбка очень вкусная, в меру жирная. В ней очень много йода, разных минералов. Поэтому, если вы уж отдыхаете на побережье Черного моря, то обязательно попробуйте такое чудесное блюдо. Вот сейчас я покажу вам, как мы ее будем панировать. Таким вот образом, обильно в муке, либо можно в панировочных сухарях. Кому что больше нравится, или что у кого есть. И вот на раскаленную сковородку. Вот таким вот образом. Местные даже рассказывают, что они берут в пакет ставридку, помытую предварительно, немножечко обсушеную. И добавляют ложку соли, муки по надобности. Это все перемешивают, обваливают. И таким образом потом выкладывают на сковородку. Чтобы еще больше упростить процесс. Но мне кажется, так уже проще некуда. Чистить не надо. Просто запранировать и пожарить. У нас немножко неудобная сковородка. Ну, ничего, мы сейчас пораскладываем. С одной и с другой стороны жарить примерно минуты по 3-5. Опять смотрим, как корочка появляется, так уже и все. Поскольку рыбка небольшая, то надобности долго жарить ее нету. Еще одна рыбка у нас поместится. Вот таким образом. Все, а теперь ждем, пока она поджарится. Пока же вам окончательный результат. Вот такая столица у нас получилась. Еще последняя сковородка. У килограмма в Тавридске. Она такая хорошая тарелочка с горкой. Подавать мы работаем с картошкой, со сметанной зеленью и с помидорами. Получится очень вкусный и полезный питательный ужин. Даже скорее одет. Надеюсь, что наше видео было вам полезным. Что вы как-нибудь приготовите столицу по нашему рецепту. И поделитесь своими отзывами. Спасибо за внимание, за просмотр. И пока. Приятного аппетита.